Здравствуйте телезрители, с вами программа Репортер и я Мария Бодрова. Не успев начаться рабочая неделя, уже перевалила за экватор. А это значит, что в среду уже можно дать себе немного расслабиться. Сегодня будем раскрывать тайны одного из легендарных жителей нашего города. Заслуженный артист России Виктор Евграфов провел творческий вечер. В его жизни было больше 20 ролей в кино, тяжелое расставание и даже клиническая смерть. Что так хочет вернуть Виктор Евграфов и как найти свой путь в жизни? История от первого лица. Он умирал 13 раз по просьбе разных режиссеров, а потом снова появлялся в кадре, проживая жизнь для других. На его счету больше 20 ролей в кино, харизматичный, немного суровый и неоднозначный. Он может рассказывать серьезную историю, а уже через минуту рассмеяться и глаза будут светиться добротой. В нем, кажется, весь мир и этот мир только его. Виктор Евграфов до конца не узнанный, еще не всеми понятый и так много желающий сказать. Не доиграл, боль, конечно, боль. Я не могу смотреть фильмы, я не могу смотреть, потому что у меня ностальгия, я как бы, так сказать, переживаю очень сильно. Творческий вечер его имени на сцене Виктор Евграфов, желающий говорить и желающий слушать. Биография в кинокадрах и историях со съемочной площадки. Евграфов родился в Самаре, в детстве мечтал стать военным и даже закончил сержантскую школу, но судьба повела его другой дорогой. После 20 лет он решил освоить актерскую профессию и пошел учиться в ГИТИС после выпуска роли в кино и театре. Я снимался один раз у режиссера, потому что, как бы, вот это непонимание. Я так и не нашел своего режиссера, но он ушел из жизни раньше. Где-то я учился на втором курсе, я поступил очень поздно, в 25 лет это практически невозможно было. Я хотел работать с Шукшином. А понимания какой-то вот среди режиссеров, у которых я снимался, я не нашел. Более 20 ролей в кино. Самая популярная работа – роль профессора Мариарти в знаменитом сериале «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». Но дороже всего Виктору Евграфову его первая большая роль в кино – монаха-книжника Даниила в историческом фильме «Ярославна, королева Франции». На эту роль пробовалось около 80 актеров, среди которых был Сергей Шакуров. Режиссер отдал предпочтение молодому Евграфову, который на тот момент был никому неизвестен. На счету актера 32 ленты в качестве каскадера и один трюк, раз он навсегда изменил его жизнь. Во время съемок советско-американской картины он получил серьезную травму, долгое восстановление собственными силами. В этот сложный период Евграфов начал рисовать. Рисунки, они были вызваны тем, что мне нужно было выжить. И когда я рисовал, я как бы растращивал эту энергию, она помогала мне разгружаться, потому что вот эти мысли о том, что с тобой случилось, почему и как же так получается, что ты, так сказать, был выбит из колеи. Около полутора тысяч работ он сжег, остальные увидел мир Евграфов, автор уникальной палочной системы гимнастики, которая помогла ему заново научиться ходить и жить. Обо всем этом теперь слушают студенты на лекциях. Виктор Евграфов выпустил несколько курсов в одном из самарских вузов. Вот эта ностальгия, она присутствует, то есть недоигранность в связи с травмой, которую я получил на американской картине в «Империи ролов», где я работал в качестве каскадера. И поэтому, так сказать, для меня это, в общем-то, выход, для меня это как бы отдушина некая. На вопрос, в чем смысл жизни, он отвечает философски. Главное – достойно умереть. Но даже после травмы и 13 смертей в кино эта роль точно не для него. В 67 Евграфов еще не все успел и так много хочет рассказать. Мне кажется, что я еще, как бы, так сказать, не созрел для того, чтобы осознать и ощутить вот этот возраст свой. Мне кажется, что я недостаточно серьезный, недостаточно, так сказать, как бы солидный, что ли. Харизматичный, немного суровый и неоднозначный профессор Мариарти, князь Галецкий монах, книжник Даниил. Его лучшая роль не сыграно. Пока. Не переставайте удивляться, в нашем городе живут уникальные люди. Еще больше интересных историй в следующих выпусках. Программу «Репортер» вы можете найти на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова